Доброго ранку! Мы из Украины! А перед оглашением потерь я хочу напомнить, что сегодня идет 512 день ожесточенной войны, которую Россия варварски развязала и ведет против Украины и украинского народа. В горячей войне мы Украину победим за два дня. Чего ее побеждать-то? Господи, ну Украина! Третий день подряд российские варвары продолжают нещадно обстреливать Украину. И все это происходит глубокой ночью. И сегодняшняя ночь не стала исключением. Российские нелюди сегодня варварски обстреляли Николаев. В результате ночного ракетного и дронового удара по Николаеву пострадали более 19 человек. Несколько из них чудом извлекли из-под завалов живыми. Много пострадавших и детей. Также этой ночью российские оккупанты ракетами и дронами атаковали Одессу и Одесскую область. Предварительно есть пострадавшие. Также ракеты и шахеды сегодня ночью устремлялись и в другие областя и регионы нашей Украины. И нанесли там значительные разрушения. Всего же по Украине этой ночью было выпущено 19 иранских шахедов и 19 ракет различной модификации. Также этой ночью россияне выпустили очень много несбиваемых или плохо сбиваемых ракет. Которых нынешнее устаревшее ПВО во многих городах не может сбить. К таким ракетам сегодня относились ракеты Оникс, Искандер-К, Х-22 и другие подобные модификации ракет. Есть множество прилетов. А вчера Гауляйтер Крыла заявил, что полуостров атаковало большое количество различных типов дронов. По его словам, множество дронов были сбиты, но были и очень точные и необходимые прилеты. И несколько таких прилетов было зафиксировано на военном полигоне в Кировском районе полуострова. Да-да, не удивляйтесь! Местные жители слышали не менее четырех взрывов на этом полигоне. И после этого началась массовая детонация и сумасшедший пожар. Гауляйтер Крыма Аксенов дал команду перекрыть близлежащую трассу, а также эвакуировать четыре села, которые находятся поблизости. Оказывается, оккупанты понадеялись на свое ПО и дополнительно разместили на этом полигоне сотни боевых комплектов для оккупационной армии, которая воюет на южном и юго-восточном направлении на территории Украины. Детонация на этом полигоне продолжалась практически сутки. Сотни тысяч снарядов взлетели в воздух. И теперь снарядный голод на этих направлениях российской оккупационной армии будет обеспечен. Ура! А за последние сутки еще 530 российских оккупантов больше никогда не вернутся живыми в Россию. А всего же с 24 февраля 1922 года, с начала войны, на территории Украины было ликвидировано 240 тысяч 10 российских захватчиков. В это время, по данным западных спецслужб, потери Украины по многим направлениям в 7 раз меньше. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует...